здравствуйте с вами евгений карташов и в этом уроке я покажу одну из возможностей тонировки для свадебной фотографии эту фотографию мне предоставил фотограф андрей иванов из города псков и за это ему большое спасибо давайте приступим к работе для начала мы выполним тоновую коррекцию то есть отрегулируем яркость контраст поставим точку белого точку черного сделаем акценты светом то есть добавим виньетку а затем уже приступим к работе с цветом переходим на вкладку basic немножко добавляем экспозиции примерно здесь около одной ступени вот так наверное уже будет достаточно затем ставим точку белого зажимая alt и двигаю регулятор white вправо вот у нас появились первые белые пиксели затем регулятор highlights возвращаем немного назад примерно так это даст нам больше объема хотя здесь еще нужно посмотреть нужен ли нам вот этот излишний объем на лице давайте посмотрим до после как видим он здесь довольно таки существенно усилился поэтому может быть имеет смысл сделать вот так наоборот таким образом мы смягчаем на лице объемы и в последующем нам придется меньше ретушировать эту фотографию фотошопе затем я устанавливаю точку черного зажимая alt передвигая регулятор blacks вот появились первые черные пиксели немножко добавлю детализации в тенях таким образом теперь баланс белого я поставлю чуть похолоднее примерно вот так для того чтобы мне покрасить нейтральной области холодные оттенки немножко добавлю тинта примерно вот так затем для того чтобы у меня лучше на фотографии приложилась тонировка и чтобы подчеркнуть больше холодные оттенки я двигаю регулятор vibrance вправо то есть усиливаю холодные оттенки и немного ослабляю общую насыщенность изображения вот примерно так теперь давайте перейдем на вкладку effects и добавим виньетку немного затемняю края изображение чтобы акцентировать внимание на лице невесты и чуть-чуть сдвигаю среднюю точку чтобы виньетирование стягивалась ближе к центру теперь давайте займемся цветом я перехожу на вкладку camera calibration здесь я смещаю регулятор tint вправо примерно вот так затем регулятор хью красного канала смещаю вправо примерно вот таким образом это дает более желтый оттенок на коже регулятор хью синего смещаю влево это окрашивает нейтральные области вот такой голубоватый можно сказать циановый цвет и дополнительно изменяет оттенок кожи я немного уменьшу насыщенность вот этого синего чтобы он не слишком выделялся вот примерно так затем для того чтобы поправить немного цвет кожи в сторону более желтого я увожу хью зеленом канале влево то есть в сторону желтого вот таким образом мы уже получили какую-то начальную тонировку и в последующем мы будем ее поправлять теперь я перехожу на вкладку split toning здесь я добавлю более красных оттенков темные области для этого регулятор баланс и оставлю для начала на сто процентов потом можно будет его подправить зажимаю alt отбираю нужный оттенок в тенях данном случае вот такой оттенок меня устроит да вот примерно так и добавляю насыщенности пока мне не понравится вот как то так мы добавили больше красного в тени это отчетливо видно если включать и отключать вот этот вот блок split тонирования затем можно с помощью регулятора баланс чуть-чуть расширить диапазон воздействия то есть чтобы красный захватил больше средних тонов вот здесь на коже получаются более такие красные оттенки затем кожи и более светлым областям нужно вернуть нормальный цвет в данном случае видно что кожа покраснела поэтому добавим немножко желто-зеленого оттенка выбираем нужный оттенок вот примерно такой и чуть-чуть добавляем насыщенности вот смотрите кожа у нас возвращается к нормальному цвету более точно можно подобрать значение хью слишком сильно насыщенность не нужно выкручивать потому как это может привести к нехорошим оттенкам дальше мы переходим на вкладку HSL color black and white здесь я немножко дополнительно поработаю с синим цветом и немножко осветлю кожу для синего цвета я немножко сдвигаю примерно вот так акву тоже чуть сдвину чтобы этот цвет не был слишком таким циановым затем можно немного уменьшить насыщенность совсем капельку вот так и здесь вот на вкладке luminance я добавляю свечение оранжевым и желтым оттенком которые как раз отвечают за цвет кожи вот отчетливо видно что кожа у нас стало посветлее осветляя кожу мы делаем менее видимыми дефекты на ней ну и в результате это дает нам плюс при дальнейшей ретуши то есть нам нужно будет делать меньше операций при ретуши хотя здесь и ретушь особо не нужна затем сделаем тени более мягкими перейдем на вкладку turn curve тоновая кривая мы работаем в режиме точечной кривой вот здесь переключение между параметрической и точечной кривой я немного опускаю здесь вот этот участок четверть тонов приподнимаю точку черного вот как видите это уже дает некоторую тонировку на изображение вот посмотрите как было как стало вот всего лишь с помощью кривой мы уже углубили с вами средние тона придали больше объема изображению и сделали более мягкими тени иногда советуют еще опускать здесь точку белого но не так конечно сильно это она у меня случайно прыгает кривая lightroom она достаточно неудобно но это уже на ваше усмотрение я немножко эту точку опущу вот таким образом затем поработаю с канальными кривыми возьму кривую red здесь в этой кривой я немного приподниму область соответствующую красным оттенком с кривыми здесь нужно работать осторожно потому что они очень чувствительные так я не опускаю обратите внимание вот здесь область три четверть тонов я наоборот возвращаю ее на место потому что при подъеме вот этой точки у нас некоторые точки на кривой все равно сдвигаются то есть крайние точки остаются на месте и все равно идет прогиб всей кривой поэтому если мне светлых оттенках красный цвет не нужен я возвращаю эту точку на место далее перехожу синий канал и немного опускаю точку белого синем канале также совсем чуть-чуть вот буквально на уровне нюансов на пару тоновых уровней давайте посмотрим вот такую мы сделали картинку теперь данное изображение можно открыть фотошопе я перехожу на вкладку фото edit in и выбираю edit in adobe photoshop cc открываю изображение в фотошопе здесь при необходимости мы можем выполнить ретушь но я ее выполнять не буду чтобы особо не тратить на это времени мы просто дадим здесь некоторую дополнительную тонировку с помощью корректирующего слоя цветовой баланс в английской версии color balance я выбираю здесь диапазон теней в тени добавляю немножко больше красного и чуть желтого вот так здесь нужно смотреть чтобы не перебрать с насыщенностью так как вот этот регулятор он здорово увеличивает насыщенность в красном цвете но с другой стороны лучше сделать побольше а затем уменьшить непрозрачность чем возвращаться к корректирующему слою и менять какие-то настройки вот таким образом я даю больше красного в тени для того чтобы не изменялся контраст мы можем этот слой положить в одном из режимов которые отвечают за цветность это режимы цветовой тон насыщенность цветности яркость но в данном случае мы выберем режим цветность вот как видите у нас контраст изображения не изменился но зато мы воздействуем только на цвет теперь с помощью маски я хочу избавиться от вот этого постороннего оттенка на лице и оставить его только в тенях маску создаю следующим образом иду в меню выделения световой диапазон выбирая здесь тени настраиваю маску вот таким образом мы немножко захватим теневые области а светлые области лицо и прочее у нас будут из маски исключены нажимаю ok мы получаем в маске достаточно резкую границу для того чтобы нам это увидеть я нажимаю alt и кликаю по значку маски вот такая резкая граница она смотрится плохо она нам не нужна и поэтому я выполняю ее растушевку недеструктивно на маске делаю растушевку мягкую границу чтобы она была незаметной вот теперь как видите у нас получилась тонировка только в тенях и мы сможем с помощью непрозрачности или opacity в английской версии отрегулировать воздействие как видите мы в тени добавили чуть больше теплого оттенка если хотите как-то селективно его добавлять то есть в каких-то местах чтобы он был а где-то его не было можете добавить еще одну маску вот таким образом то есть поместить слой в группу добавить маску и по маске уже зарисовать ненужной области теперь давайте добавим чуть больше контраста до этого создадим корректирующий слой кривые подтянем немножко точку белого и чуть прогнем кривую в области четверть тонов вот так повторяю что ретушь я здесь не делал поэтому нужно будет затем выполнить ретушь кожи на лице и тогда у вас все будет очень хорошо на кривую я подправляю отдельные тоновые диапазоны таким образом осветляя лицо при необходимости уменьшаю непрозрачность то есть я стараюсь придерживаться такого способа чтобы делать более сильное воздействие а затем уменьшать его для того чтобы охватить фотографию взглядом целиком желательно ее уменьшить вот таким образом и помигать таким образом вы видите что мы немножко добавили тонировки с помощью корректирующего слоя цветовой баланс и с помощью кривых осветлили лицо и затемнили еще больше края изображения как видите ничего сложного таких тонировках нет на этом все с вами был евгений карташов до встречи на следующих уроках и и Субтитры подогнал «Симон»